Остановка на оживленной федеральной трассе. В курортный сезон. И не сосчитать, сколько ежедневно приходит сюда пассажиров, желающих воспользоваться общественным транспортом. Только вот, как выяснили общественники, путь этот не всегда может быть безопасным. Разный ННН. На одну фирму разный ННН. Штампинг поддельный. Получается, формально бумажки есть. А что случись, ответить будет некому. Спросить не с кого. Дальше больше. Оказалось, что в Сочи жаждущие подзаработать предприниматели самовольно запустили целый маршрут. Это маршрут Каткова-Щель-Аше. Значит, на протяжении двух дней выявлено 25 машин, 25 автобусов, которые работают на законном основании. И в частности, водители автобусов – это жители города Ростова, республики Алания, Казани, со всех регионов России. То есть, водители, которые перевозят людей, никак не гарантируют безопасность движения. По итогам рейда народные контролеры зафиксировали факты нарушения документально. Эти материалы по Лазаревскому району будут переданы в соответствующие инстанции для дальнейшего разбирательства. Ряд нарушений выявлены специалистами Департамента транспорта и связи администрации Сочи и Вадлере. В ходе систематических контрольных проверок автобусов, маршруток и такси особое внимание уделяют безопасности. Выясняют, прошел ли водитель инструктаж и медобследование, а также ряд других необходимых факторов для выхода машины на линию. На следующей неделе будет организованная проверка совместно с правоохранительными органами и транспортной инспекцией для того, чтобы уже конкретно наказывать водителей на линии. Департамент транспорта однозначно работает в этом направлении и безопасность пассажиров на муниципальном транспорте будет обеспечена в полном объеме. Внезапные проверки маршрутных линий, общественного транспорта, а также заказного будут идти весь высокий сезон совместно с правоохранительными органами. У нелегальных перевозчиков, которых выявят контролеры, изымут транспорт и их также ждут штрафы до 300 тысяч рублей.